В прошлом году на контролируемой вторым батальоном территории, которая граничит с Денцовским районом, было зарегистрировано 216 ДТП. С этой статистики начал подведение итогов майор полиции Александр Мельников. В 2016 году было зафиксировано 216 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 25 человек погибло и 230 человек получили ранения. Из них получили ранения 11 несовершеннолетних детей. По итогам 12 месяцев, можно привести статистику, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение общего количества ДТП на территории обслуживания на 6,1%. Число погибших по сравнению с 2015 годом возросло почти на 20% и составило 25 человек. При этом количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях снизилось с 273 пострадавших до 259. Руководство второго батальона внимательно проанализировало все факторы, ставшие причинами этих ДТП. Основными причинами ДТП на территории обслуживания являются несоответствие скоростного режима, 110 таких ДТП у нас было, несоблюдение дистанции, 57, нарушение правил перестроения, 32 случаи, Управление в нетрезвом состоянии было 7 случаев с ДТП с пострадавшими, когда водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Руководство второго батальона отмечает, что количество происшествий с участием пешеходов за прошлый год сократилось. По выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, за 2016 год было выявлено 137 водителей, управляющих в состоянии опьянения и 125 водителей, отказавшихся от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. Всего же было оформлено за 2016 год 262 водителя. В 2016 году сотрудники второго батальона обнаружили 112 единиц автотранспорта, находящегося в розыске. Кроме того, возбуждено 9 уголовных дел по ДТП с пострадавшими, 11 по подделке документов, по одному случаю дачи взятки, одному грабежу, одному незаконному хранению оружия и по одному случаю перевозки наркотических веществ в крупном размере. По федеральной базе розыска за текущий период 2016 года задержано 44 человека. В прошлом году, 2015 года, было задержано 37. На 7 лиц было задержано больше в этом году. Статистика по дорожно-транспортным происшествиям с участием детей не так утешительна по сравнению с 2015 годом. Здесь рост составил 22%. Также на территории обслуживания второго батальона за 12 месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей возросло. Было таких 10 ДТП в 2016 году, когда пострадало у нас 11 детей. Если взять 2015 год, у нас было 9 ДТП дорожно-транспортных с участием детей. И 9 детей пострадало. Сотрудники 2-го батальона в 2016 году регулярно проводили акции, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение детского травматизма. В их числе рейды «Ваш пассажир – ребенок» и «Внимание – дети». Как показывает практика, такая профилактическая работа дает свои положительные результаты. Нила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова